Всем привет! Сегодня на тесте у меня очень полезный товар, который, на мой взгляд, должен быть в бардачке у каждого автомобилиста. Ведь он призван спасти вас в трудной ситуации. Это некое его рода мультитул, который сочетает в себе несколько инструментов в одном. Какие именно, я говорить сразу не буду, дабы сохранить небольшую интригу. Надеюсь, вы меня поймёте. Называется наша волшебная палочка автоспасатель. Поставляется в таком стильном текстильном чехле. Жёсткий каркас, оранжевая молния. И, разумеется, логотип магазина, который заслал мне этот товар на обзор. Что же там у нас внутри? Инструкция, конечно же. Ведь устройство у нас хитрое, не каждому под силу самостоятельно разобраться, как оно работает. Клеммы, собственно, которыми он будет взбадривать автомобиль с севшим аккумулятором. Преобразователь в виде чёрной машинки. И смотрите, тут есть скрепочка. Для чего она нужна, я расскажу чуть-чуть попозже. Сама банка весьма увесистая. Есть несколько фонариков, кнопочек и прочих полезных фишек, о которых я тоже расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас заострим внимание на самой основной её функции. Кабель для зарядки сразу нескольких типов смартфонов. И смотрите, тут есть разъём для старой техники Apple. Вы серьёзно? Лучше бы тут был разъём USB Type-C. Я даже, наверное, не смогу найти нормально работающий девайс с таким разъёмом питания. Ну да ладно. Блок питания для зарядки самого автоспасателя от сети и такая же приблуда для зарядки от автомобильного прикуривателя. Сам Powerbank оснащён литий-полимерным аккумулятором. Я на 100% уверен, что все вы знаете отличия от литий-ионных аккумуляторов, но на всякий случай позволю себе наглость повторить основные преимущества. Первое – это у него при таком же объёме аккумулятора увеличена энергоёмкость. Второе – уменьшен саморазряд. И самое главное – старение батареи тоже меньше, чем у литий-ионных аккумуляторов. То есть падение ёмкости со временем гораздо меньше. Есть один только минус – устройства с таким аккумулятором весьма дорогие. Что же мы имеем внутри? Здесь ёмкость аккумулятора 8000 мА. USB-разъёмы, которые могут выдавать 2 А для быстрой зарядки смартфонов. А автомобиль он заводит спусковым током на 400 А. Вы представляете себе? Итак, мы сейчас поедем потестируем этот пауэрбанк на нашем тестовом Луазе. А после я расскажу вам об остальных функциях этого пауэрбанка. Погнали! Наш любимый Луаз, который был в прошлом выпуске, он запитывается только от одного аккумулятора, который находится здесь, сзади кузова. Так выглядит наша машина экспериментальная, на которой мы всегда тестируем пауэрбанки. Нажимай, 3 секунды держи. Раз, два, три, всё. Заводим? Я не знаю, он включился или нет. Ну давай, пробуй. Ёпа мать! Надо отключить, чтобы зарядки не шла. Вот это да! А как у него процент зарядки, посмотрите. Процент заряда вот так. Полный? Полный. Второй раз запустили. Прям мощно! Проверяй ещё раз. Опять полный. Полный заряд показывается. Так, я под уже кушу. Ага, запускай. Вообще, как не эти делать. Что-то тут горит, походу, на человека. Полный заряд показывают индикаторы. Так, это какой? Третий раз будет или четвертый? Третий. Получается, можно даже не бежать, не отключать. То есть, вы понимаете, какая крутая штука? Завела двигатель вообще без автомобильного аккумулятора на несколько раз и даже ни одно деление не убавилось. Это меня по-настоящему радует настолько, что я забуду те дни, когда я бегал с такой огромной пускозарядкой по стоянке и заводил свой автомобиль. Кстати, о скрепочке. Тут есть отверстие. Внутри спрятана специальная кнопочка, на которую можно нажать либо скрепочкой, либо иголкой. Подключив клеммы к аккумулятору, нужно нажать на эту кнопку и удержать ее в течение трех секунд. И тогда ток пойдет со всей своей силой. Это сделано для того, чтобы избежать ненужного замыкания, пока мы будем устанавливать клеммы. Если мы установим клеммы и забудем нажать на эту кнопочку, то когда мы будем пытаться завести автомобиль, машинка будет пищать, как бы нам сигнализируя о том, что, мол, вы, ребят, забыли нажать на кнопочку. У специалистов есть специализированный термин. Эта защита называется «защита от дурака». Сделана для того, чтобы мы не навредили себе, позаботились о нас. И это похвально. Итак, поговорим об оставшихся функциях. На торце есть резиновая заглушка, открыв которую мы увидим два USB-порта, которые выдают по 2 А для быстрой зарядки смартфонов. И порт для зарядки самого пауэрбанка. С правой стороны есть две резиновые кнопки, нажимая и удерживая верхнюю, включается индикатор заряда батареи зеленого цвета. Двойным нажатием включается маленький фонарик, и тем же двойным нажатием переключается режим фонаря на стробоскоп. Второй кнопкой включается подсветка из 15 светодиодов, и она довольно яркая. В полной темноте с такой подсветкой можно смело ковыряться под капотом. У этого фонаря есть режим стробоскопа, наверное для того, чтобы обескуражить хулиганов, которые пытаются вам навредить. И еще одним нажатием включается красная подсветка, это для того, чтобы вы могли обозначить места аварийной остановки в темное время суток и обезопасить себя и свой автомобиль от внезапного удара сзади, пока вы меняете колесо. Ну а на случай, если вам нужно будет выбраться из перевернутого автомобиля, будучи пристегнутым ремнями безопасности, есть ножик, который с легкостью перережет эти ремни. Насчет легкости я не шучу, он реально острый, им можно без труда бриться. Я был удивлен от такой остроты вспомогательного инструмента на пауэрбанке, вы только посмотрите, он даже бумагу рубит как катана, до того его хорошо наточили. Но справиться со стеклом вам поможет стеклобой, кто хоть однажды пытался разбить стекло в автомобиле меня поймут. Это не так-то просто сделать, а этот конусообразный наконечник облегчит вам задачу и поможет эвакуироваться из автомобиля. Но взяв во внимание вес гаджета, острый наконечник и фонарь, который может лупить стробоскопом, смею предположить, что этим пауэрбанком можно смело дать отпор автохамам, которые пытаются вам насолить. Крутая вещь, давно хотел себе такой, наконец-то удалось обзавестись чудесным автоспасателем. Но если вы тоже хотите приобрести себе нечто подобное, то по ссылке в описании, введя промокод статус, вы сможете получить скидку в 10% на все покупки в магазине Даджи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно включайте колокольчик, я уже готовлю вторую часть товаров для зомби апокалипсиса и это видео лучше не пропускать. Пока!